Добро знакомый всем на Гомельщине теле и радиоведущей Сергея Краснобород особо яркая и неординарная. У его творчим арсенале незвлеченное количество цикавых передач, дипломы престижных конкурсов авторской песни и персональные поэтичные сборники. Его проекты можно почуть на областном радио и убачить у эфиры телеканала «Беларусь 4 Гомель». С поэтичной творчостью Сергея Красноборода можно познайомиться и в интернете. Когда я начинал делать эти книги, исходил из того, что каждую книгу надо сделать так, чтобы её нельзя было повторить. Она сама по себе произведение искусства. Одна книга, её можно раскрыть, там пять глав, но пятую главу можно раскрыть только тогда, когда ты откроешь все предыдущие четыре главы. Они по-другому не открываются, книга. Другая книга, там оформляли мои дети. То есть каждые всего 10 экземпляров книги я детям давал, они на каждой книге рисовали оригинальные рисунки. То есть это неповторяемые. Сейчас, слава богу, интернет позволяет их выпускать. То есть я сам верстаю эти книги, выкладываю в интернет, и там уже достаточно порядка двух-четырех тысяч скачиваний по трём книгам, которые есть. Творчий вечер Сергея Красноборода у Гомельской центральной городской библиотецы имя Ерцина отрымауся по особливому душевным. Тут собрались только самые близкие люди, верные сябры по творчим цеху и житим. И они выполнили музычные композиции на верши аутара и узгадывали наибольшие яркие сторонки его литературной и журналистской дейности. Когда было проводное радио, такую его передачу, это его инициатива, это его проект, как старый альбом. Столько приходило не в отгук, особенно от людей, от слухачев, такого усталого, скажем, взрослого. И они не бы вертались в свою молодость, а он вельми удумливо подбирал и песни, писал сценарии. Не у Телли, а у Радиоэфиры, не у поэзии Сергея Красноборода нельга пераблытаць не с ким. Ягу мова живая и заусюду краная сырца. Не глядячи на мнозство житёвых сюжетов, литературная спадшина аутара далёка адаписанья побыту. Основная линия ягу поэзии – философская. Реалии, что дзённости – только заходный материал для глобальных разважаннёв об непорушных законах быття. Сергей Краснобород – человек, який не любить выставлять свои поспехи на показ. Творчая сострыча для ягу стала свой особливым, нечаканным новогоднім сюрпризом. А тому у гэты перед святочный час у бібліотеку он вырешул так сама завітать не с пустыми руками. У якості подарунка обрав раритетное выдання – гомельскую газету «Русские казки», у распрацовцы якой больше, как 20 гадоў тому, і сам примав активный удзял. В 93-м году мы попытались здесь в Гомеля команда единомышленника выпустить хотя бы один экземпляр издания, где бы именно художники, литераторы, музыканты, в общем, такие творческие люди, именно гомельские, находили воплощение для своего творчества. Было 900 всего экземпляров, где они все… Ну, у меня десяток остался, вот одну газету я хочу подарить. Там стихи Агафонова, Богданова, Тимура Калиновского, ну и моё там есть что-то. Вероника Ворошилина, Алеса Рудзянкова, Игорь Марышченко, телерадио «Кампания Гомель».